У меня жена только такую воду признает. Она женщина, ей надо помыться, посуду помыть, потому что в кране идет отравленная вода. Отравленная. Ее нельзя не пить, ничего, только в туалет сходить. Техническая вода достаточно хорошая, и мы используем ее в побуте для побудовых потреб, но для туалетов, для мытья, она достаточно нормальная. Наш мер каже, что нужно иметь не меньше запас воды, чем на один тиждень, но на один тиждень нам не хватает, поэтому приходится два раза на тиждень забирать. Вот стандартно три ходки по четыре. Вода у нас вникла 12 квотня 2022 года, после того, как бомбировали херсонские водоядки. И месяц в Миколаеве не было точек роздачи воды. Воду привозили нам из Одессы, из Кропивницкого, я знаю, привозили воду. Були такие хаотичные точки роздачи воды. Були величезные черги. И даже были такие ситуации, что воду давали не больше одной или двух баклажек в руки. У меня не далеко не стоит на третий повар. Все. Иногда вода в Миколаеве буває от такого жовтенького кольору, иногда даже помаранчевого з пинкою. Пару разів було, что вода была с водоросцями, но то швиденько все полагодили, мабуть, что-то на очисных спорудах не працювало. Воно все, все, все. Иногда даже кухню не мишу. В нашей семье мы используем приносную воду из бюветов для митя фруктов. Это так вымывается. Это для ежды. И вода для ежды только приносна. Из крана только для побудования вещей. Впрати, смивати туалет, митися. Я знаю, что некоторые после митя в ванне такой водой, потом еще полискаются приносною. Зараз я очищаю трубу от вот этой цель жарчины. Чтобы у меня была гладкая труба, чтобы я мог поставить хомут. И не было у меня щелей. Чтобы он не протекал, скажем так. Техническая вода, в особенности, когда она была соленая, она очень, конечно, дала повреждения, скажем так. Разъела трубы. Поэтому утечки с того момента, как дали соленую воду, конечно, значительно больше. Если мы возьмем стальную трубу, да, они очень часто бывают, как решето. Соль сталь выедает. После освобождения Херсона, после 11 числа, были созданы бригады. И вот первая бригада подъехала к этому водоводу. То есть, эту трубу поставили на место, сделали врезку. Ну, то есть, соединили здесь и соединили там, в конце, в торце трубы. Залатали те снаряды, где были подорваны. Этот участок, самый первый был сделан. Он не работает, потому что водозабор обстреливается, насосная станция затоплена. Подстанция, которая питала электричеством наш водозабор, разбомбили ее полностью. Никто не меняет, он все постоянно под обстрелами. Это прибрежная зона возле Днепра. Этот кусок полностью, вот это ребята, это все меняли уже. То есть, конкретно было подорвано. Они знали, что водовод куда идет, все это уже знали. Потому что там же директор водоканал четко знал, что это на Николая Фетиваева вода идет. Там не надо никого не спрашивать. Главная задача, это все-таки реализация этого проекта по прокладке нового водозабора, по прокладке нового водогону, реконструкции животного водосховища и реконструкции очистных споруд водопровода. Это такая комплектная задача, которая сейчас стоит перед нами, сейчас стоит перед государством, перед городом. Назвать какие-то строки очень сложно, но задача поставить максимально до конца года проект и дать ему максимальную активность для того, чтобы в короткий термин подать все-таки питную воду в Миколаево. Продолжение следует... Продолжение следует...